Здравствуйте, в эфире 7 минут. Это программа для тех, у кого аллергия на весну. У нас в гостях сегодня Юлия Пасевина, доцент кафедры экологии и природопользования Эргуини Сергея Есенина. Здравствуйте. Сейчас цветет много растений. Расскажите, какие самые опасные для аллергиков? Надо сказать, что пыльца ветроопыляемых растений представляет собой опасность для здоровья людей, у которых есть аллергия. Среди растений, которые пылят на территории средней полосы России, конкретно в Рязанской области, аллергиков буквально доводят до слез берез. Это самый опасный аллергенный таксон на территории Рязанской области. Ну, так сказать, весь период пыления растений, весь сезон, да, с марта по октябрь, можно разделить на три четкие промежутка времени. Они называются волны пыления, каждая из которых характеризуется наличием тех или иных опасных пылений, вернее, когда, каждая из которых отмечена периодом пыления тех или иных опасных аллергенов. Ну, например, первая волна пыления, которая начинается с конца марта и заканчивается, конец апреля, начало мая, как правило, в составе воздуха циркулирует пыльца березы, ольхи, орешника, то есть раннецветущих сережкоцветных. Помимо этого, встречаются пыльца дуба и ясеня. Вторая волна пыления характеризуется наличием в составе атмосферного воздуха пыльцы аллергенных злаков, которые по пятибалльной шкале занимают четвертую степень аллергенности. Третья волна пыления – это пыление разнотравья, она, как правило, приходится на конец лета, начало осени, и здесь в составе спектра отмечаются пыльца аллергенной полыни, также имея четвертую степень аллергенности по пятибалльной шкале, и заносного растения амброзии. Почему заносного? Потому что это нехарактерный таксон для территории средней полосы, и это растение имеет в последнее время широкую тенденцию распространения на северо-восток вдоль железной дороги. А как Вы оцениваете текущую ситуацию? В этом году ранняя весна спровоцировала ранний выброс пыльцы. В частном случае ольха и орешник уже отпылили. Пыление началось достаточно рано, 7-8 марта. Это нехарактерно для этих растений. Сейчас на старте пыление березы, как я уже сказала, основного аллергенного таксона. А как определить, какая пыльца в данный момент летает в воздухе? На самом деле это достаточно сложная методика. Это полиноэкологический мониторинг называется эта работа, которая является основой экологического мониторинга атмосферы. Ну, в частном случае у нас в Рязанском государственном университете есть такая станция, она функционирует с 2007 года. То есть по стандартной методике на крыше здания устанавливается ловушка, которая представляет собой достаточно простую конструкцию. И раз в день в эту ловушку ставятся стеклопрепараты, затем анализируется под микроскопом и считается не только количественный состав аллергенной пыльцы, но и определяется видовая принадлежность растения. После этого результатом мониторинга является календарь пыления. То есть мы определяем динамику пыления, строим модели дальнего переноса пыльцы, прогнозируем, не только определяем текущую аэрополинологическую обстановку, но и прогнозируем дальнейшее начало пыления аллергенных таксонов. Многие горожане говорят, что когда начинает свистеть тополь, они начинают чихать, кашлять, и вроде как начинается аллергия. Но действительно тополь аллерген? Надо сказать, что я с вами соглашусь, бытует мнение, что тополиный пух является аллергеном. Я вас могу убедить, что это далеко не так. Тополиный пух, по сути, что это такое? Это семя. С биохимической точки зрения это целлюлоза. И в то время, когда летает тополиный пух, это как раз-таки вторая волна пыления, в составе воздуха отмечается пыльца аллергенных злаков, которая осаждается на поверхности тополиного пуха и попадает в организм аллергия, а он вызывает лишь механическое раздражение. Бывает такая ситуация, что вроде бы растение еще не цветет, а аллергия на него у нас уже в регионе есть. Что это за явление? Биоэкологи называют это явление дальним транспортом пыльцы. Действительно такое явление отмечается. Например, пик пыления березы в зависимости от текущих метеорологических условий сезона приходится на первую-вторую декаду апреля. Но бывает такое, что ловушка, которая, так сказать, фиксирует состояние спектра, показывает, что середина-конец марта, а пыльца березы уже попалась. Это явление называется явлением дальнего транспорта. И это исследование, это явление мы тоже исследуем. Исследуется оно методом обратной траектории. То есть мы устанавливаем регионы потенциальные источники. Расскажите, от чего зависит состав пыльцевого дождя, который вызывает аллергию? На самом деле факторов очень много. В первую очередь, это, конечно, текущие метеорологические условия. Это температура, это влажность, это направление и скорость ветра, поскольку именно ядро спектра составляет именно ветроопыляемые растения. Второе, это, конечно, спектр растительности на территории Рязанского. Если мы поставим ловушку в городе, то она будет больше фиксировать древесные пыльцы. Если мы поставим на окраине, где есть, в общем-то, произрастают различные сорные травы, то там, соответственно, будет больше травянистой пыльцы. Здесь вот так. А сколько у нас исследователей, которые проводят мониторинги? Надо сказать, что эта работа достаточно кропотливая. И у нас на территории Рязанской области такая станция мониторинга единственная. Она как раз таки расположена у нас в Рязанском государственном университете. Помимо этого, если брать территорию вообще России, то подобные роды исследования проводятся с 1992 года в Москве, далее в Санкт-Петербурге, в Перми, недавно буквально Ярославль, Краснодар, Ставрополь, ну и ряд других городов. Но не в каждом городе есть подобные станции мониторинга, которые позволяют, так сказать, контролировать текущее состояние атмосферы. Давайте напомним аллергикам, какие растения зацветут в ближайшее время. На старте береза, в первую очередь, основной аллергенный таксон. А дальше, так сказать, все будет зависеть от того, какая будет погода. Если температура будет стремительно расти, соответственно, и сроки пыления аллергенных растений тоже сдвинутся. Поэтому, ну, на сегодняшний день, безусловно, береза, дальше мы ждем пыление ясеня. Ну, а там вторая волна. А вторая волна – это злаки и сосна. Расскажите, а что у вас в ближайших планах в плане исследований? Направлений в данной сфере исследований достаточно много. Вот буквально одно из новейших – это элементный анализ поверхности пыльцы. То есть с использованием специальных методик мы исследуем, успевают ли частички воздушно-капельного аэрозоля осаждаться на поверхности и попадать в организм аллергика. Ну, воздушно-капельный аэрозоль – здесь, конечно, речь идет основном о загрязняющих веществах, которые входят в состав атмосферного воздуха. То есть негативно влияет это на иммунитет? Безусловно. Как вы считаете, какую пользу могут принести эти исследования? Ну, во-первых, для того, чтобы установить причины, значимый аллерген, конечно, необходимо знать сроки пыления аллергенных растений в каждом конкретном регионе. Таким образом, человек, который потенциально сенсибилизированный или уже четко знает, что у него аллергия на пыльцу, может корректировать диету, образ жизни, прием лекарств, ну и, конечно, организует свою превентивную терапию, зная заранее, что тот или иной причин, значимый аллерген, должен вот-вот запылить. Для аллергиков необходимо знать не только сезонную динамику пыления, но и суточную. А также полезна была бы информация о пороговой концентрации пыльцы. То есть, какое количество пыльцы может вызывать первичные симптомы аллергии? Такую информацию возможно получить только с использованием современного оборудования, так называемых волюметрических ловушек, которые уже работают в некоторых станциях мониторинга нашей страны. Но, к сожалению, в Рязани пока такого оборудования нет. То есть, это достаточно модернизированный пыльцу-ловитель, который дает возможность рассчитать, из какого объема воздуха осело то или иное количество частиц. Ну и, как следствие, производить различные математические расчеты, которые тоже будут полезны знать людям, страдающим аллергическими заболеваниями. Спасибо, что к нам сегодня пришли. На этом наша программа подошла к концу. Не занимайтесь самолечением, а при первых признаках полиноза обращайтесь к врачу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова